Может ли мужчина улучшить здоровье будущего ребенка? Обеспечить здоровое потомство – это задача наиважнейшая и для каждого мужчины, и для популяции в целом. Очень тревожную тенденцию по снижению показателей спермограммы на всех континентах я показал в предыдущем видео. Сегодня поговорим о механизмах, которые обеспечивают здоровье будущего ребенка. Что известно современной науке о способах улучшения здоровья будущего потомства, и возможно ли это? Всем известно, что человек наследует от родителей не только генетический материал, но и многие болезни. Однако все чаще встречаются случаи, когда болезнь наследуется от одного родителя, а здоровье – от другого. И вот роль мужчины в здоровье будущего ребенка и есть тема этого видео. Каждый сперматозоид содержит уникальный генетический набор, в котором запрограммированы все свойства будущего организма. Вернее, его половина, а вторая половина будет присоединена после оплодотворения яйцеклетки женщины. После слияния с яйцеклеткой, будущий человек берет половину хромосом от отца, а половину от матери. И в этой оплодотворенной яйцеклетке запрограммированы все характеристики будущего организма. От его роста, цвета глаз и волос, темперамента, функции эндокринной и нервной систем, до мельчайших особенностей биохимических и клеточных процессов. Программа апоптоза, то есть время жизни клеток и их смерти. До программы старости клеток. И в дальнейшем эту программу меняют множество вредных факторов. Экология, питание, вредные привычки, радиочастотное излучение. Но все же устойчивость организма и его систем, включая иммунную, во многом зависит от того, какую часть качественной информации вы ему передадите. Каждый мечтает о здоровой и счастливой жизни ваших детей и внуков. Но в течение жизни гены подвержены различным поломкам. Помните, в предыдущем ролике я просил вас запомнить такие термины, как генотоксичность, геномная нестабильность и окислительный стресс. Все перечисленные процессы действуют в направлении ухудшения состояния и функционирования генетического аппарата. А реализуются они под действием вот этих внешних и внутренних факторов. Множество факторов увеличивает выработку активных форм кислорода, что может привести к повреждению ДНК. С возрастом вот это количество поломок у каждого накапливается. И как же мы можем улучшить генетическую составляющую сперматозоида? Ребенка еще нет, зачатие не произошло, но есть механизмы, которые позволят позаботиться о его здоровье. Очень кратко, что такое гены и хромосомы. Гены представляют собой сегменты дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, и содержат своего рода код, программу для определенного белка, функционирующего в одном или в нескольких типах клеток в организме. Хромосомы – это структуры внутри клеток, которые содержат гены человека. То есть гены содержатся в хромосомах, а хромосомы находятся в ядре клетки. В одной хромосоме содержатся от сотен до тысяч генов. В каждой нормальной клетке человека содержатся 23 пары хромосом, то есть всего 46 хромосом в ядре. Представьте себе, сколько генов содержится в этих 46 хромосомах. Сотни тысяч. И все они достались вам от многочисленных поколений ваших предков. Перед окончательным созреванием сперматозоида природа включает в своего рода отдел технического контроля. Контрольный механизм оценки качества, чтобы избежать хромосомных ошибок и перепроверить сборку хромосомы. Происходит контрольный разрыв, дезинтеграция и повторная сборка хромосомы по образцу качества. И неправильные гены с ошибками исключаются и не должны быть включены в окончательную конструкцию хромосом. Было бы хорошо знать плохие генетические механизмы у каждого и иметь возможность с ними бороться. Это мечты современной науки. Но часто вмешательства в ДНК и в эти генетические механизмы грубые тянут за собой цепь непредвиденных изменений в организме. Ученые пришли к выводу, что активность многих генов не постоянно. Они включаются, то есть экспрессируются и выключаются, репрессируются. В зависимости от воздействия внешних факторов. Вот это изменение активности генов, которое не затрагивает структуру ДНК, но влияет на проявление тех или иных свойств и признаков, называется эпигенетикой. Именно это изучает эпигенетика. Эпигенетика это над генетикой или около генетики, вокруг генетики. То есть те действия извне, которые могут менять активность генов. Эпигенетика сравнительно молодое направление науки. То есть научное сообщество пришло к выводу, что функции живого организма, они не обусловлены только одной закодированной в генах информацией. А очень часто служат ответом на сигналы из окружающей среды. То, как происходит вот это эпигенетическое обусловленное включение и выключение определенных генов, стало одним из важных открытий современности. В 2006 году группа американских исследователей получила Нобелевскую премию. И вот метилирование один из главных эпигенетических механизмов. Если к гену цепляется метильная группа, ген переводится в неактивное состояние. То есть существует механизм, доказанный, известный, который выключает гены. Это природный механизм. Считается, что это способ инактивировать дефектные гены, которые видоизменились и претерпели нежелательные мутации, чтобы в последующем не допустить искаженную функцию какой-то системы, биохимического процесса, которыми может руководить вот этот поломанный ген. Метилирование как функция защиты генетического материала от встраивания вирусных и других чужеродных нуклеативных последовательностей вот этих встречается даже у примитивных живых организмов. Там у бактерий даже встречается эта функция метилирования, она известна. А у млекопитающих, у человека, метилирование повторяющихся участков играют важную роль в стабилизации ДНК. В свою очередь, если вот эти неправильные повторяющиеся участки деметилируются, то есть теряют эти метильные метки, они становятся мутагенными и вызывают геномную нестабильность, о чем мы говорили. Это хромосомные аномалии, каскад апоптозных реакций, клетка начинает погибать быстро. Может появиться онкотрансформация клетки, то есть она приобретает злокачественные свойства. Метилирование это обеспечивает целостность генома, а также стабилизирует вот эту двойную спираль ДНК. С позиции сохранности здорового генетического материала эпигенетика, в частности метилирование ДНК, играет ключевую роль. Если способность к метилированию снижается, увеличивается вероятность генетических трансформаций, и дефектные гены остаются активными. При старении также наблюдается уменьшение числа генов, которые работают в молодости, и активируются гены, которые спали, были неактивными, пока организм был полон бодрости и здоровья, а потом проснулись на этапе его одряхления. И хотя пока не найдены группы генов, которые запускают каскад молекулярных событий в стареющей клетке, осуществление программы старения в последнее время часто связывают с эпигенетическими механизмами. И метилирование ДНК запрограммировано, играет ключевую роль в реализации процесса возрастной гибели клеток. Апоптос, вот эта программная клеточная гибель, которая запрограммирована, связан с активацией определенных генов старения, которые запускают деградационные процессы в клетке. И возрастная потеря метильных меток с возрастом ускоряет клеточную гибель. В ткани меняется цитокиновый фон, что может подталкивать к гибели даже соседние клетки. Таким образом, вот это старение чем-то сродни медленным инфекциям, которым заражаются этим механизмом соседние ткани и клетки. То есть с возрастом утрачивается способность к метилированию и начинают вылезать различные дефектные гены. И процессы биохимические, и процессы клеточного метаболизма, и апоптоза, и клеточная жизнь начинает меняться в худшую сторону. Как же мы можем повлиять на это метилирование, как мы его можем увеличить, чтобы выключить неправильные гены и оздоровить генетический материал? Ребят, я хочу информировать, что в закрытой группе моего мужского канала уролога есть дополнительные материалы по вопросам мужского здоровья на платформах Boosty или в группе ВКонтакте. И там за небольшую сумму вы можете получить к ним доступ. Потому что важно с молодости сформировать правильный взгляд на вопросы питания, физической активности, мужских гормонов, контрацепции и других вопросов, от которых зависит ваша жизнь и здоровье. Ссылки будут в описании, и там же есть возможность поблагодарить меня небольшой суммой по системе Cloud Tips с любой карты. Я вам буду очень признателен. Вот вам доказательства в статье «Исследование в журнале «Клиническая эпигенетика» опубликовано. Влияние диеты и мероприятий по укреплению здоровья на региональные модели метилирования ДНК. Исследование демонстрирует влияние диеты и физической активности на эпигенетические биомаркеры, особенно на метилирование ДНК. Исследование представляло собой 9-месячное рандомизированное контролируемое исследование среди взрослых в возрасте от 18 до 65 лет с неоптимальным уровнем поведения в отношении здоровья. То есть не следили люди за здоровьем, ели что попало, не уделяли внимания физической активности. В исследовании сравнивались 3 12-недельных вмешательства. Первое – это одновременное увеличение физических упражнений и употребление овощей и фруктов при одновременном сокращении сидячего досуга перед монитором. Второе – последовательно увеличивалось потребление фруктов и овощей. Сначала уменьшалось время, проводимое перед монитором, а затем увеличивались физические нагрузки. И третье – увеличивали сон и уменьшалось действие стрессовых факторов. Что под этим подразумевалось, не знаю. Но, тем не менее, уменьшить стресс. Авторы пишут, мы собрали образцы крови на исходном уровне через 3 и через 9 месяцев и измерили метилирование ДНК. Результаты показывают, что диета и вмешательство в физическую активность влияют на модели метилирования ДНК в областях генов, связанных с регуляцией клеточного цикла и канцерогенезом. Регулярные физические упражнения регулярные в течение 3 месяцев изменяют профиль метилирования ДНК в мужских половых клетках. Вот, почему я вас знакомлю с этим исследованием, потому что оно как раз попадает в тему, что оно доказывает, что физические упражнения в течение 3 месяцев меняют профиль метилирования ДНК в мужских половых клетках, а значит, уменьшают количество генетических повреждений, которые вы можете передать будущему ребенку. Метилирование ДНК – это процесс регуляции активности генома, позволяющий включать и выключать отдельные гены и модифицировать проявление большого количества генов при развитии ребенка. По данным исследований, за счет изменения профиля метилирования ДНК, наблюдавшегося под влиянием регулярной физической нагрузки, происходит снижение риска развития шизофрении, болезни паркинсона, сахарного диабета и других заболеваний. Более того, среди взрослых спортсменов, занимающихся выносливостью, то есть тренировками на выносливость, и контрольной группы, которые вели малоподвижный образ жизни, обнаружили 72 дифференциально экспрессируемых гена в лейкоцитах крови с генами путей воспаления и окислительного стресса. То есть здоровые механизмы активируются, а механизмы, поддерживающие хроническое воспаление и окислительный стресс, угнетаются. Чилтон и другие обнаружили, что бег на бековой дорожке в течение 30 минут был связан с более высокой экспрессией генов ТЕРТ и СИРТ-6 в лейкоцитах, которые регулируют теломеры. Таким образом, наблюдаемое увеличение метилирования может отражать снижение системного воспаления. В целом, настоящие результаты согласуются с другими исследованиями, предполагающими, что типы диеты и улучшение активности влияют на молекулярные процессы, которые играют неотъемлемую роль в укреплении общего состояния здоровья. В общем, выводы такие, но основной момент это регулярность, ежедневность физических нагрузок и привыкнуть надо к здоровому питанию. Следующее сообщение, исследование. Интегративный анализ выявил скоординированное перепрограммирование эпигенома и транскриптома в скелетных мышцах человека после тренировки. Регулярные тренировки на выносливость оказывают положительное функциональное и оздоровительное воздействие на скелетные мышцы человека. Предполагаемый вклад эпигенома в ответ на обучение как посредника между генами и окружающей средой не выясним. Здесь мы исследовали вклад метилирования ДНК и связанных с ним транскриптомных изменений в хорошо контролируемом исследовании вмешательства человека. Тренировочные эффекты отражались значительными изменениями в метилировании ДНК. Упражнения на выносливость являются сильным физиологическим стимулом, который при регулярном выполнении приводит к множеству улучшений здоровья и функциональных возможностей. Польза для здоровья включает профилактику и лечение множества наиболее распространенных заболеваний, например, сердечно-судистых заболеваний, диабета второго типа, некоторых форм рака. Польза для здоровья после тренировок обусловлена изменениями экспрессии генов в скелетных мышцах, которые имеют основополагающее значение для процесса ремоделирования. То есть эпигенетические модификации вот эти посредством метилирования ДНК регулируют транскрипцию генов, ремоделируют вообще генетический аппарат человека. Что исследовали? 23 молодых добровольца не выполняли регулярно интенсивные упражнения, ну, вели жизнь физически неактивную, а их заставили выполнять упражнения с разгибанием колена на одной ноге под наблюдением в течение трех месяцев. То есть 45 минут продолжалась тренировка, 4 тренировки в неделю, тренировали только одну рандомизированную ногу, то есть за которой наблюдали, а вторую ногу не тренировали, она использовалась как внутрииндивидуальная контрольная нога. Три месяца тренировки одной ноги. Биопсия скелетных мышц из латеральной широкой мышцы бедра была взята с обеих ног в состоянии покоя до и после этого трехмесячного периода. Улучшение производительности, повышение активности ферментов в тренируемой ноге подтвердили, что реакция на тренировку была очень значимой. Благодаря этому хорошо контролируемому, проспективному и обширному исследованию на людях мы смогли создать карту когерентных, последовательных и биологически значимых изменений метилирования ДНК в ткани скелетных мышц в ответ на вмешательство в образ жизни. Основные результаты этого исследования заключались в том, что три месяца тренировок на выносливость у здоровых людей-добровольцев вызвали значительные изменения метилирования почти в 5000 участках генома и значительную дифференциальную экспрессию примерно 4000 генов. То есть в 5000-х появились метильные группы, то есть они нашли неправильные гены, их заблокировали и вызвали экспрессию, то есть включили, активировали примерно 4000 генов других. Как отмечалось выше, эпигеном система пластичная, что позволяет в перспективе подобраться к рычагам управления эпигенетическими модификациями, минимизировать действия неблагоприятных факторов, которые на всех на нас действуют и обеспечить оптимальные условия для существования клетки. И вот ключ к разгадке наследственных патологий, ключ к продлению жизнью, управлению полезными свойствами живых организмов, все это сулит эпигенетика. Уже сегодня можно без преувеличения сказать, что открытия в области эпигенетики в скором времени поднимут биологическую науку на качественно новый уровень развития, и это кардинальным образом изменит саму человеческую цивилизацию. Так надеются ученые. Но, еще один из выводов, делая лучший выбор в питании, а какой лучший выбор, я об этом говорю постоянно, это чередование разных типов белка полноценных, мясо, рыба, яйца, птица, морепродукты, плюс большое количество овощей и фруктов с каждым приемом пищи, и ежедневно сохраняя высокий уровень физической активности, ежедневно, мы реально можем улучшить функцию своего генетического аппарата, уменьшить влияние оксидативного стресса, геномной нестабильности, провоспалительных механизмов, то есть которые поддерживают хроническое вялотекущее воспаление в различных системах, и помогут избежать неприятностей со здоровьем, своим здоровьем и будущим детям и внукам. Это уже доказано, как видите. Я об этом уже рассказывал в роликах о физических упражнениях, о питании, об основных правилах жизни мужчины. Кто не видел, смотрите. Ребята, понимание проблемы и пути ее исправления, механизмы, это первый шаг к вашим действиям. Надеюсь, что сегодня я вам это показал. Иногда меня поражает путь мышления и возможные варианты исправления своего здоровья, к которым прибегают молодые ребята. Часто это граничит с какими-то нереальными, немыслимыми поступками. Это все, конечно, от неграмотности и выдергивания каких-то поверхностных знаний из сети. И вот мой канал как раз должен помочь вам избежать заблуждений. Я хочу записать видео с примерами трансформации взглядов некоторых ребят. Какими способами они приходят к простым выводам. Выводы простые, о которых я вам всем постоянно говорю. Но на это, чтобы к ним прийти, некоторые тратят годы жизни, годы поисков, решения, бесплодными путями какими-то. Вот если это тема примеров из жизни, как человек трансформировал свои взгляды и в конце концов пришел к правильным выводам, о которых я вам говорю. Если это для вас интересно, напишите мне в комментариях, я запишу тогда ролик. Друзья, вы должны помнить, что ваш путь, он вообще индивидуальный, неповторимый. Ваш организм уникальный. Таких больше нет и не будет. Вы должны, на вас лежит ответственность его усовершенствовать, изменить свое отношение к болезни. И делать реальные шаги к здоровью своему и здоровью ваших будущих потомков. Кто имеет возможность поддержать мою работу, я буду очень вам благодарен. Размер помощи не имеет никакого значения. Всем мира, здоровья и оптимизма.